Видео про гжель. С чего, собственно, всё началось. Наша любовь к гжеле началась вот с этой рыбки. Это икорница. Мы её купили у дедушки на улице. Его сын сам занимается росписью. А дальше были приобретены вот эти солонки матрёшки. Перец, соль и бочоночек. Например, для горчицы. Далее мы уже целенаправленно начали искать места скопления гжели. В Москве на Тульской был магазинчик от Гжельского фарфорового завода. Именно там и была приобретена вся основа. Из интересных изделий вот такая блиница. Если честно, как блиницу её тяжело использовать. Потому что, видите, кверху она идёт на сужение. Нужно делать какие-то очень маленькие блины. Тем не менее, красиво. На настоящих гжельских изделиях всегда ставится вот клеймо и фамилия автора. Основа, в моём понимании, это прежде всего тарелки. Так называемые пирожковые, те, что поменьше. И не пирожковые, те, что побольше. Видите, здесь такой цветочек с точечками. Нам очень-очень такой рисунок приглянулся, поэтому мы вот заказывали на заказ. Одинаковые штук были. Продолжение истории знаменуется поездкой на родину гжели. В Раменском районе Подмосковья по Егоревскому шоссе очень большое сосредоточение гжельских магазинчиков. Там же и заводы все находятся, и частные, и крупные. Если вы хотите проникнуться к жельским духам, вам точно стоит туда поехать. Если я правильно помню, то кочка пришла. Самым первым встретившимся нам магазинчике мы купили сову. Это вешалка. Древесный крючок. За дырочку на стенку она вешается. Поехали мы, собственно, за сервизом, за чайным. Как видите, успешно. Сервиз называется Воробушек. Вот он, воробей. Очень легкий, удобный цветочек с точечками. Чашечки, из которых тоже удобно пить чай. Нам еще и поднос достался. Но где же еще увидеть гжель, не выезжая из Москвы? В Москве два раза в год проходит выставка народных промыслов, которая называется Ладья. В ней участвуют, наверное, все гжельские заводы, которые только существуют. И частные мастера в том числе. Например, вот этот замечательный корги. Скажите, прелесть? Это частное производство. Авторская работа у Воронин. Такие изделия, как правило, стоят дороже, но понятно почему. Это лебедушка от завода Галактика. Мы в нее обычно фрукты кладем. Сейчас там ложки лежат. Кувшинчик с кисой. И, если я не ошибаюсь, производство гжельского государственного университета. Изделия расписываются учителями и студентами. У них всегда очень классный, необычный выбор изделий. Ну и вот так потихонечку, потихонечку мы изделия собирали. Ой, очень люблю вот этого носорожку замечательного. Легкий-легкий. Чего о настоящем носороге и не скажешь. Мини-такса. Белочка. Орешки, конфетки. Че хочешь, то клади. Даже блюдо для суши есть. Ну, как вам? Гжельский университет делает. В ногу со временем. Чашка на ножке. Прямоугольное блюдце. Шкатулка-избушка. Салфетница-лебедушка. И салфетница-бабочка. А еще у нас тут стоит такая зимняя композиция. Это избушка, которую можно использовать как светильник. Здесь вот прорези в окошках. Такая красота, если зажечь внутри гирлянду или свечку. У елочки два снеговика, две снегурки. Хотя, мне кажется, вот эта снегурка больше на морфушку похожа. Дед Мороз, ученый кот и зайчик. Кот производства завода «Звезда к жели». Классный, да? Некоторыми изделиями мы пользуемся повседневно. Кружки, салатнички. Но дабы сохранить вот это особое ощущение праздника, сервант. А как вы считаете, все-таки такими изделиями надо каждый день пользоваться? Или только по особым случаям? Мне кажется, у нас какая-то золотая середина. Доброго времени суток, ребята! А вот это, кстати, Речицкий фарфоровый завод. Они там такие жаропрочные изделия выпускают. Все, изба встала на свое место.